Босс! Собственнику нельзя, мне можно. Собственнику все пускай. Видите этаж? Кто-нибудь записывает видео? Да. Я не пограничен, это собственник. А я собственный. Это общее имущество, на всякий случай. Вы имеете отношение к нашему обществу имущества? Нет. Так вот, не мешайте мне пользоваться моим имуществом. Или пустое место для вас или что? Мужчина. Мужчина, к вам там вот девушка обращается, повернитесь пожалуйста к ней. Скорую вызывай, человеку плохо говорю. Леонид, ну что, вот сегодня час вот так, мы проходили 10 человек. Я не могу повлиять, они нарушают закон уголовного кодекса. Да мне-то что, вы нарушаете наши договорные. Ну вот, они буду отвечать. Мало того, что я заплатил аренду за это помещение, так еще я организовал встречу с этим людям, я тоже потратился немало, знаете. Ну, может они перестанут нарушать закон, но они нарушают. Может быть хотя бы сейчас у нас получится провести мероприятие? Почему? Вот в списке, вот он утверждает, что ему все одобрены списки. Почему мы не можем пройти? Проходите по одному, все. Люди приглашены. Люди приглашены. Пускают всех. Пропусков нету больше. Пожалуйста, проходите. Не пускают. Не боюсь, нет пропусков больше. Нет, ребят, я долго не могу ждать, мне надо идти. Ну не будем. Да, я пью, 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 я пью. А почему так некорректно? Вот скажите вот, мы же тоже некорректно пришли, вы не обратились. А что некорректно? Подождите. Я с вами не ссориться пришел. Почему так некорректно? Вот посмотрите, сколько сейчас времени. А мы с 10 часов здесь пытаемся войти. Еще раз прошу вас сейчас подготовить документы и получить пропусков. Вы понимаете, у меня негодование, потому что у меня встреча на 10 часов. Ну, я понимаю, мы с вами, давайте сейчас, по-моему, пропускай все, сегодня, вы оставите в управляющей компании. Хотите в письменном виде? Я бы хотел хотя бы от вас... Иван, 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 я бы хотел от вас, от вашей управляющей компании хотя бы получить извинения. Мне очень неудобно перед моими гостями. Давайте, мы сейчас. Как вас зовут? Андрей. Андрей, давайте мы сейчас пройдемся всех наверх. Мы с вами переговорим, и мы придем к какому-то определенному решению. Ну, для того, чтобы все были удовлетворены, что есть, если есть ошибки. Да. А у него, кстати, от нас секретов нет. У нас есть одна, одна история, она связана с тем, что мы всегда, если стараемся, ну, там проблемы-то, если они есть, мы должны их решать. Это работа управляющей компании. Поэтому давайте к этому нормально отнесемся. Если произошел какой-то звон, то в этом разберемся. Я не хочу, чтобы вы и ваши там приглашенные есть, где к чему страдали. Поэтому попрошу всех, поэтому попрошу всех. Я не получил. Все получили. Владислав Владимирович, все получили пропуска. Я приглашаю вас на 84 этаж башни федерации для проведения мероприятий. Давайте гостей проводим, а потом переговоримся. Приходите, пожалуйста. Прикладывайте пропуска, проходите, пожалуйста, к турникетным группам. Заблокированы лифты, как-то и проход, к нам надо попасть. А коммуналку все равно платят за это. Надо, чтобы они закоксировались. Задача попасть на общую собственность, на территорию общей собственности. Товарищ спускаемся на первый этаж. На первый. А кто с панасоником приперся в Москва-Си-Эй-Ци? Конечно, ва-ля, 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 а блоггер из Москвы. Все, все. Травму сейчас будут оплачивать, это управляющая компания. Уже травмируют сейчас человека. Можно? Отойди, отойди, пожалуйста, не мешай. Да. Да, но здесь просто прижало, турникетом прижало моего друга, как бы. Поэтому я отлёгся. Присусная набережь, дом 12. Все, это значит, минус 3, минус 2 этаж. Пропускаете всех людей? Да, вот этих вот людей, в смысле них. Да, и что? Да, и что? Но у них должны быть свои пропуска. Кто так решил? Здесь турникетная группа, здесь его... Кто так решил? Управляющая компания. А я собственный. Почему здесь управляющая компания так решил? Нет, собственный помещение. 84 этажа. 84 этажа. Мы находимся на каком этаже? Это общее имущество, на всякий случай. Вы имеете отношение к нашему обществу имущества? К вашему никакому. Нет. Так вот, пожалуйста, не мешайте мне пользоваться моим имуществом. Вы, пожалуйста, пользуйтесь. Люди являются... И люди будут пользоваться. Это мои гости. Да. Это вообще арендаторы. Да. Представляете себе? И вы сейчас опять... В тот раз мы тоже самое говорили. Пришел Капустин. Что он сделал? Сказал, вы это всем пропускали. Скажи, что это нельзя. Сейчас вы опять начинаете. Здесь теперь уже. Сначала на первом этаже. Вы сначала говорили. Сейчас зачем вы ко мне обратились? Я же объяснил вам только что. Подожди. Вы будете мне мешать пользоваться моим имуществом? Я вас спрашиваю. Вы будете мешать мне пользоваться моим имуществом? Вопрос. Я вашему имуществу не могу вам запретить пользоваться. Если это ваша... Я вас спрашиваю. Вы будете в будущее время? Спрашиваю вас. Понимаете? Вам никто не ограничил. Будете или не будете? Спрашиваю. Вашему имуществу... Извините, вы кто? Охранника. Чопа? Да. Где ваши документы, хотя бы карточки? В куринке личной карточки. И у вас тоже самое. Представьтесь, пожалуйста. Не в кабинете, а здесь должно быть. Здесь у вас должно быть с собой удостоверение охранника. Личные карточки. Подлететь на скорости хотел. Пошел за личной карточкой. Давайте продолжим разговор. Хорошо? Сейчас вы для меня никто как бы юридический. У раз никто. Юридический. Но я вам ответил на вопрос. Вы будете мне препятствовать пользоваться? Моим гостям будете препятствовать пользоваться? Моей собственности? Я не препятствую вам пользоваться вашим... Болотаев, извините. Болотаев, Руслан Александрович. Это единственный человек, который соблюдает наполовину. Это вот, который перед нами сейчас стоит в галстуке. Наполовину, я говорю. Для сравнения масочку, пожалуйста. Для лица, да? Конечно. Я вот смотрю, уродник похож. А вот теперь похож, да. Я вас прошу. Я вас понял, но вы вот сейчас на данный момент затрудняете проход гостям. Но вы нас не пускали, вы затрудняли проход. И мешали мне пользоваться имуществом. Мы же вопросы задать. Вы прекрасно прошли никаких проблем. Русик, мы же не ругаться. Сейчас пойдем проверим, что они с карточкой сделали. Ну что, я услышал, вы не будете мешать пользоваться имуществом, правильно? И моим гостям, правильно? Вашим гостям, вашим. Мне и моим гостям, и моим ориендаторам. Это не в ваших задачах, кому-то чем-то мешать. Замечательно. Здравствуйте, молодые люди. Что это? Я музыку могу делать. Я посмотрел на тебя, ты посмотрел на меня. Я люблю тебя, ты не любишь тебя. Вот с азбукой Морзе можно общаться. Здравствуйте. Нам девять пицц-марио и девять диетических кол. Будьте добры, Фия. У вас же есть волшебная палочка? Ты не в Израиле, не в Штатах, ты в Москве, в России. В смысле? Вы включили еще камеру, какой он молодец, ты настоящий мужчина. Подождите, а вы тоже камеру включили, вот у вас работает. Вот это не камера, а фея? Это не для того, чтобы пиццу заказывать. Это камера для того, чтобы пиццу заказывать? Ваша камера, чтобы пиццу заказывать. А, моя, чтобы пиццу заказывать, ну возможно. А вы волшебница, да? У вас просто там фея, а здесь волшебница. А тогда сделайте, пожалуйста, что она не может выполнить. Мы заказали девять пицц-марио и девять диетических кол. Десять. А, десять. А в каком, подскажите? Она просто скромно о вас не рассказывает. А что такое восемьдесят девять, подскажите, пожалуйста. А? Да. Подождите, так вы потеряли себя, здесь же минус второй. Кто вас скинул с восемьдесят девятого, подскажите мне. Они запретили собственникам, с шестьдесят девятого, с девятым, с девятым пользоваться вообще не. Так, давайте, давайте в лифт. То есть вам лучше через улицу уходить. Даем все, даем все в лифт. А все поместницы, нет? Нет, я вот вообще не могу помнить. Сейчас это будет в связи с обстановкой, да. Подожди, а как остальным? А, ну может сейчас десять человек может зайти. Первый, первый. Первый. Босс. Ты правда? Босс. Собственнику нельзя, мне можно. Еще раз? Ну, собственник, все, пускай. Видите этаж, минус два. Кто-нибудь записывает видео? Да. Доступ ограничен, это собственник. Еще раз, может, еще раз. Да, давай, давайте. Минус два. Минус два. А теперь буржуй, а теперь буржуй прикладывает. Подойдите к ЛИФУДе, у меня тоже буржу. Милости просим. Минус два. Минус два. Потом, не буржуй, когда швали компанию, управляющим своих друзей. Я вам покажу, кто был. У нас есть видео, мы все вам покажем. А у вас есть видео, кто заблокировал карточку? Заблокировал карточку где? Понимаете? Заблокировал карточку где? Вы сейчас приложите вашу карточку. Не постороннее. Я вас говорила, Иван, я слышу здесь, что вы так делаете. Заблокировал карточку. Я сейчас с вами здесь дискуссировать на эту тему не готов. Я вас призываю, всех здесь, если вы гости, 84 этажа, если вы гости 84 этажа, пользуйтесь, пожалуйста, пропускной системой. Она работает. Прикладывайте по пускам, ходите, выходите, пожалуйста, попробуйте, вот у кого-нибудь. Это Иван, начальник службы безопасности, он заблокировал лично мне карточку. Я не могу егорваться. Просто для информации. Ваш цирк никому не интересен. Ну, подойдите, подойдите. Подойди, подойди, Вань. Вань, подойди, человек просит, что ты, е-мое. Я не готов, ребята. Ваня, что ты ломаешься, давай. Подойдите, подойдите, вы же вообще-то не брали. Знаете почему? Потому что Леонид Леонидович говорит неправду. Он говорит, что у него не работает пропуск. Ну, приложите пропуск. Все, он обманул нас, пойдем посмотрим. Приложите пропуск. А если вы берете, то что? Нет, подождите, сейчас, тебя. Если вы берете пропуск, то ваша рабочая выберете. Ваш пропуск работает. Леонид Леонид Леонидович. Ну, еще раз, на минус второй этаж, пожалуйста, в письменном виде обратите правую сломанную, если вы хотите другие маршруты. У вас также пропуск не работает. Вы знаете, что? Субъектное вы получили. Он вверх, что происходит. Он вверх, что прикладывал, а у меня именно второй этаж едет. Ну, вот здесь. Нет, Иван, вы просто... Разрешаю проходить. А ему надо бискальное разрешение. Нет, просто у них коррупционная составляющая с 89-м этажом. И Иван исполняет волю 89-го этажа. Леонид Леонидович, если вам понадобится... 89-й этаж, почему 6,5 тысяч проходит без пропусков? Да, начальство без напасных. Если вы хотите, висяйте, вообще. Иван, почему? Давайте без спресса. Давайте без спресса. Послушайте, Леонид Леонидович. У меня голос такой. У меня голос не очень. Иван, вы мне коллеги, кто вот снимает, или кто хочет этот репортаж, вы извините, пожалуйста. Коллеги, не дай бог быть коллегами. Я не могу общаться с человеком, который утверждает только свою точку зрения. Он не слышит. Вы проверить можете? Проверить можете вас. Я с вами ничего проверять не хочу. Потому что с вами... Мне очень жаль, что вы все собрались здесь, обманываете управляющую компанию, потому что у вас какое-то мероприятие. Леонид Леонидович, а могу я воспользоваться... А, то есть все обманывают, да? У меня сейчас будет определенная дата. Сначала проверим. Я могу идти к вам в заведение, арендовать его и посидеть с друзьями. Сначала проверим. Я могу это сделать? Нет. А почему? А, я не могу. Сначала ответить на образ, а потом я на ваш. Хорошо? Я не могу. А то 3 способность такая. Вы работаете для людей. Есть такая пословица. Кто отвечает вопрос на вопрос? Вы же работаете для людей. Кто вопрос-вопрос отвечает? Я могу к вам заправлировать помещение вашей управлении? А вы не можете, Иван. Иван, вы не можете. Вам регламент запрещают. Иван, сейчас, знаете, какая проблема? Пойдемте, пройдемте. Я прикладываю свою карточку. Не на стороне нажимаю. Он говорит, ну, пожалуйста, в них какое-то проходите. Он прикладывает, у него написано, что в общем пограничено. Знаете, в чем вопрос? Леонид Леонидович не хочет обратиться в управляющую компанию нормально. Он собирает... Нормально, надо занести что-то или что-то. Да, да, наверное. Не можно написать, что у меня есть такая... Я до судебно... Иван, Иван. У вас какая-то... Иван, Иван. Ну, во что-то там другой уровень. Иван, башни, смотри. Смотри, я до судебку отправил. Мне позвонили сегодня и сказали, что до судебку они получили. А вы говорите, я не обращался. Зачем врете? Спасибо. Зачем врете? Вам спасибо. Нет, зачем врете-то? Кто врел? Вы врете. По поводу чего? Что я не обращался в письменно в управляющую компанию. Вы врете. Узнаете сейчас, в юридический отдел позвоните. Прям сейчас наберите. Мне позвонили сегодня и сказали, что они получили мою до судебку. По этому вопросу. Пожалуйста, позвоните и узнаете. А какой в том числе там вопрос был? Минус второй этаж. Минус второй этаж. До судебной вашей обращения? Да, конечно. Ну, прекрасно. Значит, будет рассмотрено и вам будет представлен ответ. Нет, вы у меня работаете, а не я у вас. Я слышал что-то. А, идти так, да? Господа, еще раз я прошу меня извинить. Я не очень настроен участвовать в сегодняшнем этом спектакле. Он действительно не интересен. Мне очень жаль, что вы поддерживаете предприятие, которое ведет несанкционированные деятельности. Эта площадка эксплуатируется как кальянная, бар, ресторан, без какого-либо согласования. И собственник постоянно нарушает. Тем самым, ну, правила там очень приняты. И, в первую очередь, безопасность. Понимаете, что мы переживаем за безопасное нахождение людей в этом здании. Ну, а вот господин... А по поводу 6,5 тысяч человек в день без пропусков, как вы переживаете? Ну, как-то, а вот так вот. А как можно убрать? Я прошу еще раз меня извинить. Ну, вы видите, вы видите дальше. На минус второй, Иван, Ваше Величество, сходите на минус второй этаж. На минус второй этаж сходи и посмотри, как люди проходят без пропусков. Или у тебя глаза там залепляющим, уставший голос, что ли? Я, я не понимаю, кто такой у тебя. Иван, Иван, а что страшного? А что страшного случилось? А что страшного случилось? Да вы и так не можете. Иван, не могли бы вы не скрываться и продолжить диалог с нами? Да, мы готовы. Давайте возвращаемся. Почему вы не скрываете? Я никуда не скрываюсь. Вы боитесь с чего-то или что? Нет, нет, давайте мы будем, перейдем к переговорам. Потому что это же... А почему здесь мы возвращаемся? Иван, а что страшного, если он на «ты» обратился? Тебя же здесь много? Я не настроен с вами вести диалог. Это я вас не знаю. Пойдемте, познакомимся. Пойдемте, познакомимся. Я думал, тебя здесь много. Вот в чем дело. Пойдемте, познакомимся. Мы всем ответим. Хотя я обращаюсь на вы к беременным женщинам и девушкам. Потому что их уже двое. Пойдемте, познакомимся. Пойдемте, познакомимся и переговорим. А здесь нельзя? Здесь я, к сожалению, не могу. Почему так себя ведете? Не уважаете собственника? Вам не стыдно? Кто не уважает собственника? Потому что вы скрываете девушкам и терпочери просто скрываете. Вы говорите абстрактную вещь, что кто-то не уважает собственника. Кто вас не провоцирует, не будем ловить. Господа, еще раз прошу всех. Еще раз прошу всех. Я не готов сегодня общаться. Объясняю. Потому что, если вы хотите какие-то комментарии, то прошу вас понять. Пожалуйста, приходите к нам. Зарегистрируйтесь. Скажите, что мы хотим. Вы хотим. Да, ну, пожалуйста. Иван, почему так быстро вас будет? Ваня, Ваня, вот так вот мне не надо регистрироваться. Я здесь стою, прикинь, неудобно. Давайте диалог закончим с вами. А почему здесь не хотите? Проходите. Вы так быстро вас будет делить и скрывать. Все давайте здесь поговорим. А почему? А почему не здесь? Потому что, когда он хочет дрессировать, у них система дрессировки. Он, как говорит, так надо делать. Он блокирует карточку, ты не можешь пользоваться. Я звоню, ему бросают трубки. Вы меня пригласите в степень помещения или нет? Давайте здесь поговорим. Вам по регламенту запрещено, вы знаете? У вас написано в регламенте, что в охране... Я только один день приду. Я бы еще одно день приду. По вашему регламенту. Если я не охранник, я же в обеспреки. Нет, в охране. Охранник я, да? Вы тоже узнаете? Вы мне сказали, я сказал, вы начали с службы безопасности. Вы сказали нет. Пригласите к себе в помещение, говорит. Вань, приглашаю к себе в помещение. Малые каретные, 11, 2. Спасибо, я вас пользуюсь. У вас тоже заведение, там можно посидеть друзьями? Это для этого. Нет, у меня хуже. Понял. Я хотел вот на 84 этаже... А может, пойдем посмотрим минус 2, как вызывается, начальник? Пойдем. Пойдемте, Иван, посмотрите, потом уже будете убегать. Хорошо? Я еще раз говорю, я никуда не убегаю. Вас как зовут? Меня зовут Елена. Вы только что пытались скрыться. Я вас уличила в этом, сделала замечание, вот и все. Я никуда ни от кого не спрашиваю. Давайте осмотрим, как карточка проходит. Извините, извините меня, господа снимающие. Я разрешения вам на съемки не давал. Я не хочу никаких интервью, не хочу никакой информации, потому что здесь все, что происходит, здесь это цирк и клубна. Давайте на месте решим. Ваня, а у кого мы должны взять разрешение? Вам не нужно ни у кого брать разрешение. Вы приходите просто, говорите, что мы хотим получить информацию. И давайте мы будем с вами общаться. Мы открыты для диалога. А, ну вот мы получаем информацию путем видеофиксации. Пожалуйста, открывайте, открывайте ворота, заходите. Пожалуйста, подойди сюда, посмотри. Вот именно, все опросы будут решены. Пожалуйста, подойди, я тебя по-человечески прошу, как вы-то взросли. А мне что нужно посмотреть? Мне что нужно посмотреть? Почему, собственно, не проходит пропасть? Не работает пяточка, на этаж минус 2, минус 5. Врете-то? Не врите? Вы говорите спокойно, что вы знаете сразу. Послушайте, я совершенно спокойно и нормально. Сейчас спокойно летом. Когда-то мне приходит вопрос от людей, которые стоят вокруг меня с камерой, нам хочется, ну, у них будет сообщение, а что происходит? Ну, что происходит? Вы говорите, что у вас анонсированы мероприятия. Вы пришли как гости на 84-й этаж, посидеть в заведении, которое эксплуатируется, которое принадлежит Леонид Леониду Штольфовичу. Которая на пути в собственность. И МОФО тоже принадлежат мне. Ну так вы туда-то проходите, или вы не хотите? Не, а МОФО тоже они могут пользоваться, представляете себе, Иван? Пусть ходят. Они дают мне старым пользоваться, не дают пользоваться минус 2, Иван. Как же так? Вы лично заблокировали, корольный директор управляющей компании сказал, что вы лично заблокировали, корольный директор управляющей компании, минус 2. За крышу как попасть? За мной вертолёт сейчас это я заказал, Таня. Я к вам сейчас не попрошу. Сейчас, наверное, не как. Зачем вы опять скрываете? Пойдёмся со мной, ну, вообще. Куда, в отдельный кабинет, это может быть опасно. Лен, Лен, соглашайся, уже радует то, что он любит девочек, а не мальчиков. Он может не доказать. И там, 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 и там. Пожалуйста, пожалуйста, почему не срабатывает у Ленина Леонидовича проб? Где не срабатывает? У гостя срабатывает? А у собственника нет. А у собственника нет. Вот что странно. Понимаете, что? Мы проверим. Вань, вот в этом... Если у него есть бессудебное какое-то там обращение, мы посмотрим, естественно, мы ответим. Я ещё раз... А почему отвечать? Я на поле себя мышцам. Вы меня отвечаете, а вы мышцы мышцы? Мы в балагане, что ли? Нет. Но почему... Это ваша интереса. А вам панировать нельзя. Вы стараетесь меня бомбить своими вопросами. Показать. Дальше вступает. Просто показывать, чтобы вы увидели. Я всё вижу, всё знаю. Я на журне... Все, кто здесь окружается... Ну, все, кто пришли сегодня, да, вы все представляете интересы человека, который негативно относится к управляющей компании. Который не уважает управляющую компанию. Который ведёт здесь свою... Ребят, не бомбите его вопросами, бомбите его ответами. Вы, если хотите, вы пришли к гостю, вы поднимайтесь, пожалуйста, на 84 этаж. Находите всего помещения, проводите время. Ну, зачем нам... Вот это здесь я не вижу. А тут информация, что мы все... Мы все в МИК-дальны. Мы не можем... Вы, я точно не слышали. А можно вас попросить? Вы без ваших начальников. Да? А почему нельзя? Да я с Ваней уединиться предлагал. Вишина, ну, Едино, надо пригласить? Нет, не надо. Это же ваш начальник. Нормально? Что говорит? Нам очень много начальников, кто-то ведут к вам, я не знаю. Мы поговорим. Но пригласите, будьте ли песни, считай, мы хотим поговорить. Нормально? Почему отказываетесь? Я не в каблу. Я не в каблу. Я не в каблу. Я не в каблу. Что вы врёте? Вы только что пикали под ним. Я не в каблу. Я не в каблу. А почему он ужжет, не подскажете? Мужина, у вас осталась тут капля совести? Нормально, в общем? Пригласите Ивана, мы хотим обсудить личный вопрос. Его неприязнь и окремление не лечит. У вас есть на высыпшем номере управленческий компонент. Вы можете не против. Ну, Ивана пригласите, мы имеем право потребовать начальника безопасности. Верно же? На высыпшем номере. Есть иначе. Мы у вас просим позвать начальника. Почему вы отказываетесь? К чему вы не можете? Кто вы не знаете, кто он? Кто ваш начальник? Пригласите его, пожалуйста. Почему он скрылся и диалог не заходит? Если вы хотите пообщаться с руководством. Не хотите с вашим начальником общаться? Обратитесь к возрающей компании. Пригласите вашего директора. Вашего хозяина пригласите? Нет, нет. Почему? А Ивана, хозяйка? Нет, я хозяйка. Я думаю, это ваш хозяйник. Саша, как это некрасиво себя любить? По-моему, ничего такого нет. Ну, это его мнение. Он имеет на него право. Пожалуйста, пригласите хозяина Ивана вашего. Мы обсудим, мы закончим диалог и не будем задерживать. Почему вы врете, такой взрослый крупный мужчина, что у вас телефон, батарейка раздельеет? Почему вы так себе ведете? По-фоборотам. Почему вы не уважаете меня, не подскажете? У вас даже супший гостин. Ну, а почему вы не можете исполнить мою просьбу? Не могу. А в чем его загвоздка? Что? Это просьба. Просьба пригласить хозяина вашего. В чем загвоздка? В чем загвоздка? Почему вы отказываете? Хозяин, наверное, нет. Хорошо, Ивана пригласите, который чистится, возможно, вашим хозяинам. Может, вы не знаете об этом. Он не знает. Мужчина, ну пригласите, пожалуйста. Если нет, пригласите компетентного комеда, который пригласит и банк. Мужчина, чуху отвергнулить, игнорируйте. Нормально ли это вообще? Он нравится людей ноги вытирать? Отказывать, однако, игнорируйте. Почему у вас такая острая ситуация? Смотри, он телефон разряжен, а экран, камеру на тебя он оставил. А телефон у него разряжен. Такой взрослый мужчина, уже в годах видно, что еще так, видишь, реально врет. Но мне вопрос, знаете, к охраннику больше. Может, ты к девушке задашь вопрос? А не могли бы вы пригласить Ивана, хозяина этого мужчину? Ну, который там постоянно... На 18 этаж, финанс, опора. Полный игнор вообще, нормально? Подождите. Вы бы сначала девушке ответили, что вне очереди. Не могли бы вы тоже меня обслужить? Почему вы меня игнорируете? Быш? Ваня, передай, пожалуйста. Нет, нам нужно вот Ивана пригласить сюда, чтобы мы закончили дядю. Что? А как позвонить-то? А он давайте. Он даже не говорит. Давайте, я приглашу. Он какой-то у вас молчаливый. Я взял эти вот, видите, там леденцы у вас. Я просил его, чтобы он Ване пососать передал, ну, леденцы эти все. А он молчит. Держи, передай, пожалуйста. 8495-363-3616, да? Как его зовут? Иван, а учитесь? Иван, а учитесь? Добрый день. А не могли, пожалуйста, пригласить начальника тура безопасности? Вот он только что вот разговаривал, просто скрылся. И охранники отказываются его пригласить. Какой у вас этаж, какая организация? А я вот на первом этаже, какой этаж здесь началась? У рецепшена. У рецепшена стою на первом этаже, да. И вот она, а вы сотрудник или гость? А, я гость, я гость, получается. Он вспомнит, он девушки. Я только что с ним разговаривала, меня зовут Елена. Он девушке, вот Елене его единицы предлагал тут. Да. Он мне предложил пройти в кабинет, вот, побыть вместе, вот, а потом скрылся. А почему посчитать нужно? Почему ноги вытирает от меня? Объясните, пожалуйста. Да, не могли бы поспешить информацию передать, потому что к людям так некрасиво относиться, понимаете? Да, тогда я, вот, Иван Алексеевич, ожидаю вот на первом этаже после рецепшена. Да, спасибо. А не могли бы что-то, Иван Алексеевич пригласил, да, сфор скрывается. Да, звонили. Можно ваше достоверение охранника осмотреть? Мужчина, можно достоверение охранника осмотреть ваше? Мужчина, можно достоверение охранника осмотреть, почему вы меня игнорируете? Вам не стыдно? Или я пустое место для вас, или что? Мужчина, у него телефон, где-то не работает. Подожди, у него, может, левое ухо не слышит. Мужчина, к вам там вот девушка обращается, повернитесь, пожалуйста, к ней. Скорую вызывай, человеку плохо говорю. К нему обращаешься, он стоит, как столб, ничего не слышно. Мужчина, куда вы открываетесь? Ему надо к лору. КОНЕЦ